Как показывает жизненный опыт, любое путешествие с ребенком требует тщательной подготовки. И это не только сбор чемоданов. Родителям нужно учесть много нюансов и аспектов, чтобы поездка стала приятной. Но обо всем поподробнее. При выборе места оздоровления ребенка родители должны руководствоваться не только дешевизной горящих туров, но и учитывать эпидемиологическую обстановку, а также другие особенности в стране пребывания. Резкая смена климатической зоны чревата проблемами со здоровьем, особенно для детей в возрасте до трех лет. Поэтому кроме покупки путевки, нужно заранее посетить педиатра для развернутой консультации. Участковый доктор уточнит прививочный статус ребенка, даст рекомендации по лекарственным препаратам, которые могут потребоваться в дальнейшей поездке, а также расскажет о питании малыша с учетом климатических особенностей. Что же брать с собой на отдых, чтобы обезопасить себя и своих деток? В первую очередь, это необходимо, чтобы был в аптечке жаропонижающий препарат. Он же, как и обезболивающий, противовоспалительный. Также противоаллергические препараты должны быть. Они могут быть использованы при какой-то там сыпи непонятной, отечности. Если кто-то укусил какое-то насекомое, опять-таки ими можно воспользоваться. Также необходимо, чтобы в аптечке были сорбенты, такие как смекта, уголь активированный, для того, чтобы выводить предполагаемые какие-то токсины из организма. И необходимо также, чтобы были кишечные антисептики, те же нефуроксазиды, стоптиары. В нашей беседе Наталья Викторовна обратила особое внимание и на питание детей, как в пути следования, так и непосредственно на месте отдыха. Человек должен рассчитывать на какой путь, на сколько по времени будет он находиться в дороге, для того, чтобы те же скоропорсящиеся продукты не принесли вреда никакого. Поэтому, конечно, это подбираем, либо уже еда подготовлена, уже термически обработана, она, как правило, дольше будет храниться, какие-то те же вакуумные упаковки. Ну и сейчас наш новый век, когда можем море вариантов, это термо-сумки, термо-холодильники, которые с холодовыми элементами, и вполне на 12-24 часа этого достаточно будет. Уже конкретно на отдыхе каждая мама должна помнить о том, что всё-таки для ребёнка это должна быть свежеприготовленная еда. Это никакие, когда вот там на пляже продают те же рыба, кукуруза и так далее, сладости, которые неизвестно, сколько времени находились на солнце, и что потом будет у ребёнка после этого. Пребыванию малыша на солнце следует уделить не меньшее внимание. В погоне за шоколадным ровным загаром молодые мамы готовы лежать на пляже под палящим солнцем часами, но это вряд ли подойдёт вашему ребёнку. Тепловой удар или солнечный ожог способны испортить любой отдых. Особенности загара у детей, конечно, обязательно, это не более 5-10 минут на солнце до 11, до 11, мама это 100% должна знать, или после 17 загорает этот ребёнок, защищён должен быть панамочкой, должен быть тент обязательно, под которым ребёночек сидит. Мы должны обращать внимание на то, что в обязательном порядке деткам нужно применять солнцезащитные кремы. То ли это загар в наших широтах, то ли это загар тем более в Крыму, не менее 30 единиц. 30 СПФ должно стоять на креме, иметь в виду, смотреть срок годности. И обычно это несколько раз повторяется, несколько раз мажут кремом, тем более ребёночек купается. Вот несколько раз повторяю, только в обязательном порядке, не менее 30 единиц. Для светлокожих деток не ошибётесь, если это будет 50 защитных единиц. И, конечно, особое внимание следует уделить деткам с родинками на теле. Если большое количество родинок, он должен тоже быть защищён какой-то лёгкой рубашечкой, должна быть светлая рубашка из натуральных тканей обязательно. Ну вот, солнце для ребёнка может быть, всегда помнить, что солнце для ребёнка может быть элементарно опасным. Учтя все особенности, связанные со здоровьем малыша при планировании отпуска, нужно помнить и о необходимых путешествиях документах. Например, если ребёнок выезжает за пределы Беларуси один или в составе организованной группы, либо с бабушкой, дедушкой, тётей, дядей, братом или сестрой, потребуется нотариально заверенный обоими родителями документ. Согласия одного из членов семьи будет достаточно, если на отдых ребёнок отправляется либо с папой, либо с мамой. Это правило действует и при разводе супругов. Но если кто-то из них всё же против... Законно представитель ребёнка имеет право обратиться в суд, чтобы суд вынес решение о том, что ребёнок может выезжать за границу Республики Беларусь без согласия второго родителя. Как видим, планирование отдыха – это залог его качества. Наталья Луговкина, Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.